Приветствую вас, я думаю, что для начала вам необходимо разобраться с тем, что для вас значат отношения вообще, что они представляют из себя, что для вас значит мужчина, почему вы не хотите разбрасываться отношениями, то есть что для вас отношения, ну что они для вас значат и что они вам дают. Это то, на что вам необходимо обратить свое внимание, ваш мужчина не забыл отношения с бывшим, отношения с ней он не завершил, сравнивая вас с другой девушкой, он демонстрировал что угодно, но только не любовь к вам, а вы, позволяя ему это делать и прощая ему подобные действия, обесцениваете же сами себя и в свою очередь это означает, что вы, ну не до конца влада сами с собой, раз вы снова и снова прощаете ему такие вещи, потому что очевидно, что человек переживает, очевидно, что разрыв дался ему тяжело, да и месяц, после разрыва с ней и до начала ваших отношений это недостаточно вообще срок, чтобы как-то вот пережить, отпустить, вот поэтому, а вы здесь невольно стали таким средством замещения бывшие для своего мужчины, а сами вы как самостоятельная личности для мужчины значения не представляете. К сожалению, во многом благодаря тому, что вы ведете себя именно так, как человек, который себя обесценивает, а именно, вы плачете, вы снова и снова остаетесь, вы, по сути говоря, ревнуете, и вы ставите перед мужчиной вопрос выбора, то есть все это говорит о том, что вы от него зависим, что вы в той или иной степени в нем нуждаетесь, а это не добавляет вам каких-либо плюсов в отношениях, ну вообще в отношениях, вот. Ревность. Ревность это сравнивание себя с другими людьми, вот собственно, что вы и делаете, что делает мужчина, озеркаливая вам ваше же отношение к себе, потому что не случайно, не случайно вы выбираете такого мужчину, не случайно вы выбираете такого партнера, который не воспринимает вас аутентично, вот. И, в общем-то, это вот вам больше всего и не нравится, с одной стороны, но с другой стороны, это то, к чему вы текаетесь, да. Вот. Мужчина же играет, кто играет в игру, он боится сближения, он боится близости, он не готов сейчас к близости, он не готов сейчас принять вас в помощь, он готов принять вас только вот в сравнении с другой девушкой, за это винить его не надо, потому что, ну, человек тоже оказался в определенных обстоятельствах, хотя вот почему он выбрал вот такую вот, как он говорит, успешную, значит, чего она хочет женщину, ради которой он развивался. А, получается, что ради самого себя, для себя развиваться не надо, да. То есть, это вот, целая история о том, какого мужчину вы выбрали. Вот. А, дальше, значит, ревность, это страх ассоциальной, вот у меня такое ощущение, что вы боитесь ассоциальной, да, вот вы говорите, что я скучаю по нему и готов всем попросить, знаете, вот прощение, мне кажется, здесь используется в совсем не том, не в том значении, не в том смысле, которое, который предполагается лексическим, лексическим наполнением этого слова. Знаете, прощение значит принятие. Принятие, значит, понимание того, почему человек ведет себя именно так. И непринятие на свой счет, то есть, отделение, отделение того, что делает человек от себя. Но вы, вы, вы воспринимаете то, как ведет себя мужчина на свой счет, по причине того, что вы в чем-то себе не уверены, по причине того, что есть некоторые ваши желания и потребности, которые вы пытаетесь реализоваться с этим мужчиной. Есть вот, собственно, страх остаться быть одной, то есть, вот, одиночество, страх одиночества, это страх остаться не с собой, вот. А значит, вы что-то в себе не принимаете, вот. А значит, есть вещи, которые вам, которые либо у вас вызывают стыд, либо которые вы пытаетесь как-то вот, ну, просто так на них, на них, на них глаза, на то, что вам с ними не комфортно, вот. Либо существуют какие-то у вас убеждения догматичные, которые мотивируют вас, как вы говорите, не раздраться с отношениями, вот. А значит, через отношения что-то для себя получать. Вот. Но отношения ни в коем случае не являются привязкой. То есть, это не привязка к человеку. Это выбор. И ваш мужчина сейчас, на данный момент, он, ну, собственно, он выбирает быть не с вами, вот, как таковой, чтобы увидеть человека, чтобы увидеть личность, необходимо, ну, необходимы определенные условия. У него этих условий нет. Дальше. Ревность – это сравнивать себя с другими людьми. И это то, что вы делаете. Вы сравниваете себя с его бывшими. При этом не понимая, или понимаю, но не принимая того факта, что, вот, бывшая – это один человек, а вы – это другой человек. И вам не нужно быть похожей на бывшую, но вам необходимо раскрыть все, что у вас есть. И, когда ваш партнер демонстрирует вам такую откровенную, откровенное пренебрежение, откровенное сравнивание вас с другой, и превознесение другой над вами, ну, тут, опять же, дело не в вас, да, дело в нем. И вы это принимаете, вы это терпите, вы это прощаете, то есть, пропускаете. Вы же себя объясниваете. И он уже говорит, что ты с вами просто, он уже говорит, что, что, по сути, он не боится вас потерять. С одной стороны, это хорошо, вы надежный человек, но надежность и, скажем так, стабильность не должна перерастать в вас в сопрощение. Тут даже не столько о сопрощении речь идет, сколько о том, что лично вас обесценивают. Но лично вас обесценивают не в силу того, что человек плохой, вы сами говорите, что он много для вас делает, да, он не плохой человек. Просто он находится, может быть, в определенной травме. Не все могут сразу забыть отношения про предыдущие. Да и вы, как я вам сказал, времени прошло, ну, немного всего лишь месяц. И тем, что вы принимаете, тем, что вы остаетесь, вы не помогаете мужчине прожить до конца, что с ним происходит. Вы удерживаете, задерживаете его в этом состоянии. А, значит, такие качели подобные, которые у вас брыхают, они будут стараться. И это означает, что ваши отношения не будут стабильными, вы будете ссориться. И здесь вот я хочу отметить несколько моментов. Первое, то, что вы ссоритесь, в ссоре принимают участие оба партнера и несут ответственность также оба партнера. И вам необходимо определить свою ответственность в сорах, потому что вы какую-то часть ответственности вкладываете в конфликт. Дальше, вы говорите, что готовы все просить и что вы остаетесь, ради чего? Почему? Ну, почему вы это делаете? Дальше, вы ставите вопрос прямо, либо он, либо я, либо она. Для чего вы сделаете такой выбор? Вы ставите мужчину для меня перед таким выбором. То есть, это по сути шантаж, да? И все это говорит о том, что вы не можете доверять мужчине полностью. И мужчина вам, ну, вряд ли тоже доверяет. Потому что вы много раз, ну, не много раз, но несколько раз вы хотели что-то сделать, хотели совершить поступок определенный, да? Вот. Ну, как, например, вот, вы хотели уехать, уйти и снова и снова оставались. Тем самым, демонстрируя мужчине свою мягкость, податливость. То есть, вот, такое вот ощущение, что из вас можно лепить все, что захочется. Что, безусловно, не идет на больную. Вот. То есть, вот этот момент, на него тоже нужно обратить внимание. В целом, вы не сможете просто взять и выбрать тот вариант, который вы пишете в своем, ну, в конце текста. Потому что для выбора необходимо нести личную ответственность. Личную ответственность не несете, потому что есть проблема личной границы. То есть, вот, то, что вы ссоритесь с мужчиной, то, что вы оставите его перед выбором. Все это, это вопрос личной границы между вами и вашим партнером. Это вопрос не установленных личной границей. Потому что между вами и молодым человеком нет ограничений, нет, как бы, точки, но нет линии, линии, линии разграничения. И вы не доверяете ему, потому что не доверяете себе. И отношения вы не построите, ну, вот, хороших отношений. А значит, есть запрет на построение граммалитных отношений. Есть какая-то установка. Вы не случайно выбрали именно такого мужчину. И не случайно вы не можете от него отказаться. Здесь, мне кажется, имеет место быть сценарное поведение. То есть, какие-то такие, вот, уже готовые свои батарные, готовые свои модели поведенческие. Вы, в принципе, применяете по отношению к этому человеку. Вот, нужно это раскрыть, подкорректировать и изменить. Чтобы изменился и сам молодой человек. Потому что вы видите, он не счастлив с вами. Он не счастлив с вами не потому, что вы какая-то плохая. Потому что вы своё поведение не позволяете ему поразить до конца. Это проблема. Его проблема. Либо вы своим поведением не привыдете его к тому же ему нужна помощь. Либо обратился к тому же психологу. Например. Я понимаю. Вот. Самым лучшим вариантом для вас будет поставить условие мужчину, что если хочешь быть вместе, вот, проработаем с психологом. И тогда уже после разбора, разбора на психологической, ну, на консультации, да. После разбора проблем уже будем речать, что делать дальше. Вот. Конечно. Так же нельзя. Но. Вот. Правильно моя коллега сказала. Светлана. Что он не любит себя. То есть вот. Озаботиться обретением личной гармонии. Озаботиться ориентирами для реализации. Вашей собственной реализации. И. Озаботиться о, 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 о. Какой-то, какой-то вот вариант из тех, что вы предложили. Это невозможно. У вас есть чувства. Понимаете? Решения принимают разные, но есть чувства. И чувства, они будут снова и снова возвращать вас к тому варианту, который более отвлекается чувством. Потому что там, что вот проблема личной ответственности заключается в том, что когда не нужно, вы свои чувства подавляете. И когда нужно, точнее наоборот, когда нужно, вы свои чувства подавляете. Когда нужно их выразить, вы их подавляете. Когда не нужно их выражать, вы их, наоборот, выражаете. То есть это происходит стандартно, это происходит хаотично. и у вас просто не получается реализовывать то, что вы чувствуете. В уме вы не очень хорошо понимаете, что именно вы чувствуете, что именно вы хотите. Ну, с этим тоже можно разобраться в процессе психотерапии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи!